Пробуем запускнуть резонансной трубой. Редактор субтитров А.Семкин Что же за обороты были-то тут? Жесть. Кок открутился. Ребята, походу двигатель поймал клина. Что-то тут оборвало и не крутится. Надо разбираться, смотреть. Мне кажется, шатун оборвало. Да, вот это да, вот это новости. Обороты дикие были, вы видели, слышали. Эх, тоска-печаль, тоска-печаль. Ребята, столько трудов и на тебе. Короче говоря, вон он поршень. Вал крутится, а поршень стоит на месте. Давайте разберем, посмотрим, в чем там дело. Что оборвало шатун, либо поршень, либо шейку коленвала. Но вы видели, джазу дал движок ну просто нереального. Я не знаю, сколько там было оборотов на резонансной трубе. Ну я думаю, свои 26 он выдал. Кстати, неизвестно, почему он так быстро, скажем так, заклинил и заклинил ли он вообще. В общем, сейчас мы посмотрим. Откручиваю последний винтик. Вот это жесть, ну жесть просто, просто жесть, оборвало шатун. Вот они куски, куски шатуна, втулка, втулка изношенная. Все-таки с нитрометаном, когда мы запускаем, надо быть поаккуратнее. Сейчас сниму голову, покажу вам остатки. Голова здесь все нормально, достаточно. Поршень ходит очень легко, все нормально. В общем, смотрю, я вижу, что гильза там тоже замята шатуном. И вытащить ее не представляется возможным. Эх, тоска, печаль. Столько трудов, столько трудов. Я такие надежды возлагал, если честно, на этот движок, что сделаю какую-нибудь скоростную модель на радиоуправлении. Но не судьба. Вынул поршень и вот, что мы здесь имеем. Гильзу вытащить так и не смог, потому что ее там расплескало остатками шатуна. Вот они все эти части. Двигатель умер. Напишите в комментариях, ребята, ваши предположения, почему это произошло. Здесь вот прямо видно черный такой износ. Алюминиевый. Я предполагаю, вылетела вот эта втулка изначально. Потому что там тоже есть достаточно большой износ. Из-за недостаточной смазки. Потому что смазка здесь только по спиральным канавкам осуществляется. Нужно было доработать, я думаю. Но я это хотел сделать именно в следующий раз, чтобы сделать тюнинг и еще повысить мощь этого движка. Но, как видите, как-то так. Очень жаль, двигатель мне нравился. Как видели, вложил в него всю душу. Сколько всего было сделано. И кок для винта, и даже винтик, смена карбюраторов. Вот эта новая шляпа сюда для охлаждения. И даже резонансная труба. И вы представляете, к чему это все привело? Я не знаю, как так, ребята, что за дела? Покажу вам свое опечаленное лицо. Примерно так это все выглядит. В общем, на этом все, ребята. Всех благодарю за внимание и всем пока.